МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в пятницу 22 июня. В студии работает Андрей Теннет. Аккуратко о главных событиях. Акимы Астаны и Карагандинской области договорились об укреплении межрегиональной кооперации. Карагандинскую область в рамках Дней культуры Астаны посетил Аким столицы Осет и Секешев. Кайрат Нуртас, группа Формат, Алмаз Кишкинбаев и множество других звезд казахстанской эстрады выступили перед карагандинцами. Во Дворце культуры Горняков состоялся масштабный концерт в честь празднования 20-летия Астаны. Лучших полицейских наградили от лица Акима области, министра внутренних дел и начальника Департамента внутренних дел. Торжественное мероприятие приурочено ко дню казахстанской полиции. Акимы Астаны и Карагандинская область договорились об укреплении межрегиональной кооперации. Карагандинскую область в рамках Дней культуры Астаны посетил Аким столицы Осет и Секешев. С участием столичной делегации состоялся бизнес-форум «Межрегиональное сотрудничество город Астана-Карагандинская область». Кроме того, Ерлан Кушанов и Осет и Секешев заключили ряд меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве. Вопросы, посвященные обмену опытом в области взаимодействия бизнеса, внедрения цифровых технологий, реализации концепции смарт-сити и других сферах, стали предметом обсуждения бизнес-форума «Межрегиональное сотрудничество город Астана-Карагандинская область». Открывая встречу, Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов от имени карагандинцев поздравил Осет и Секешева с предстоящим юбилеем столицы. «Это большой праздник не только для астанчан, но и большой праздник для всей нашей страны, в том числе и для нас, для карагандинцев. Астана – это детище нашего президента, это гордость всего Казахстана. И карагандинцы принимали самое активное участие в строительстве столицы. И на сегодня многие наши выходцы из нашей области живут и успешно работают в Астане. И мы ими очень гордимся, безусловно». Сотрудничество столицы и ее ближайшего соседа оценивается как весьма успешное, но обе стороны заинтересованы в его дальнейшем развитии. Главными преимуществами нашего региона является выгодное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура. Как отметил Аким области, завершение в текущем году строительства автобана «Астана-Караганда» делает регионы еще ближе. Карагандинская область обладает большим сырьевым потенциалом. Для их глубокой переработки требуются новые технологии, которые можно успешно развивать в столице. Важное значение имеет опыт Астаны в развитии малого и среднего бизнеса. «Несмотря на промышленную направленность Карагандинской области, здесь инстинктивно развивается предпринимательство. За прошлый год объем производства в секторе МСВ вырос на 12% и достиг 1 триллиона тенге. Это сопоставим или соответствует объему локомотива в нашей экономике. Это Арселор Миттелла объемом и Казахмыса». Благодаря своему соседству, Карагандинская область является участником продовольственного пояса вокруг столицы, стабильно поставляя продукты питания в Астану. Столичный градоначальник Асет Исикешев сообщил, что Караганда стала восьмой областью, которую посещает столичная делегация. Аким Астаны отметил, что перед столицей поставлена задача стать одним из ключевых политических и деловых структурных экономических центров евразийского пространства. Для достижения поставленной цели была разработана новая программа «20 шагов». Ее ключевая задача – развитие устойчивой и сбалансированной экономики, основанной на частных инвестициях и малом бизнесе, а также новое качество жизни. Для своей трансформации мы взяли за образцы лучшие примеры – это цели устойчивого развития ООН и стандарты стран ОСР. В основном, конечно, сегодня, если по экономике говорить, учитывая, что мы не промышленный регион, у нас нет царевой базы, у нас нет каких-то ресурсов, поэтому основной опор мы сделали на развитие 10 приоритетных секторов с учетом опыта таких мегаполисов, как Дубай, Сингапур, Лондон, Москва и другие. Это современное производство, туризм, финансовый сектор, девелопмент, торговля, логистика, креативные сектора, медицинский туризм. Завершился бизнес-форум церемония подписания ряда двухсторонних рамочных меморандумов. Соглашение о взаимном сотрудничестве заключили Акиматы Астаны и Карагандинской области, Управление предпринимательства области и компания «Астана Конвеншн Бюро», Управление информатизацией, оказание государственных услуг и архивов Карагандинской области и акционерное общество «Астана Инновейшнс», а также национальная корпорация «СПК СРРК» и национальная корпорация «СПК Астана». Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И в этот же день Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов вместе с городоначальником Астаны Осетом Исекешевым посетили некоторые объекты региона, среди которых Тимиртауский историко-культурный центр первого президента, нейро-реабилитационный центр «Луч» и литейно-машиностроительный завод. Первым местом посещения стал историко-культурный центр первого президента в Тимиртау. Центр полностью посвящен жизни Нурсултана Назарбаева. Экспозиционные залы носят названия, описывающие различные этапы в жизни главы государства. Здесь также хранятся памятные монеты, сувениры и множество благодарственных писем, адресованных Елбасы. Аким Астаны Осет Исекешев оставил благодарственную надпись в книге гостей, а также и преподнес в дар объемную книгу об Астане. Аким столицы также ознакомился с деятельностью Карагандинского литейно-машиностроительного завода фирмы «Мейкер», входящего в группу компании «Казахмыс Холдинг». Основной вид деятельности завода – это изготовление и ремонт горно-шахтного оборудования. В прошлом году Банк развития Казахстана профинансировал масштабную модернизацию производства. Сегодня на Каламезе работают роботизированные комплексы. Один современный агрегат заменяет 3-4 станка. Аким Карагандинской области Ирланд Кушанов также продемонстрировал столичному гостю нейрореабилитационный центр «Луч», открытый по государственно-частному партнерству. Здесь помогают людям с заболеваниями нервной системы. Реабилитационный курс получают больные, перенесшие инсульт. По оснащению и набору терапевтических процедур такой и центр единственный в стране. Осетую Секешеву также продемонстрировали успехи в реализации программы государственно-частного партнерства в области здравоохранения. «Наш проект основной – достроительство областной клинической больницы. Выделили средства, мы актуализировали проектно-смертную документацию, сейчас она находится на государственной экспертизе. У нас есть потенциальные партнеры – ВАМЕД, австрийский конкурс. Будем объявлять конкурс? С возмещением кизов. Так точно. Это вот единственный конкурс. С возмещением кизов в отношении компании-достройщика и возмещения козов – это непосредственно уже компания ВАМЕД. Также в рамках ГЧП планируется открытие центра гематологии в Караганде, детских реабилитационных центров в Жасказгане и Тимиртау и многое другое. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Кайрат Нуртас, группа «Формат», Алмаз Кишкинбаев и множество других звезд казахстанской эстрады выступили перед карагандинцами. Во Дворце культуры горняков состоялся масштабный концерт в честь празднования 20-летия Астаны. Обширную культурную программу вниманию жителей шахтерской столицы представили творческие коллективы Астаны. В канун Дня столицы астанчане решили объездить города необъятного Казахстана, показывая все лучшее, что есть в ее культурной жизни. Перед началом праздничного концерта карагандинцы сумели насладиться выставкой 80 картин. Это лучшие работы казахстанских художников, которыми любуются гости столицы во Дворце независимости. Та коллекция, которую мы привезли в Карагандинскую область, принадлежит Дворцу независимости Акимата города Астаны. Данная коллекция включает порядка 100 картин, но сейчас в этом зале вы можете увидеть 80 картин. Картины совершенно разноплановые, как по жанру, так и по исполнению. Здесь представлены работы художников как Астаны, так и всего Казахстана. Далее начался и сам концерт, на котором выступили звезды казахстанской эстрады. Среди множества талантов присутствовали и выходцы из Карагандинской области. Один из них – обладатель первого места на конкурсе «Славянский базар» Даврино Разбеков, выступающий под псевдонимом «Адам». Певец признался, что выступать перед земляками для него особенно волнительно. Я часто приезжаю в Караганду, поэтому это всегда волнительно, всегда приятно, всегда душевно, потому что все мои близкие друзья, все мои одноклассники, вся моя родня здесь, поэтому это всегда очень так по-доброму, искренне, по-настоящему. Зажигательные песни на сцене Дворца культуры Горняков исполнил и Хайрат Байкенов – солист и идейный вдохновитель группы «Формат». Певец родом из Атпаева, но уже много лет живет в Астане. Столица, она должна называться столицей, она имеет свой статус. И все, что сейчас творится в Астане, это действительно большая заслуга всех там живущих людей, большая заслуга вообще всех казахстанцев, потому что очень много всякого рода зданий, новых, нереальных решений, каких-то очень нужных концертов. Стоит отметить, что Караганда стала девятой остановкой артистов. В рамках празднования 20-летия Астаны творческие коллективы решили объездить все регионы страны с обширной культурной программой. В праздновании 20-летия обычно такие юбилейные даты, все областя ездили в Астану, показывали свое искусство. А теперь 20-летие Астана решила показать свое искусство, подарить свое искусство всем областям, всему Казахстану, все, что сегодня и происходит. Они уже были и в Атрау, в Аттау, в Уральске, в Кустанае. И сегодня, в нашей очереди, с сегодняшнего дня, два дня, они свое искусство будут дарить нашим зрителям здесь, в Караганде. Кульминацией вечера стало выступление любимца народа Кайрата Нуртаса. Певец исполнил свои самые яркие хиты, а восхищенная толпа пела вместе с ним. Культурная программа, посвященная празднованию юбилея Астаны, продолжится два дня. За это время жители и гости города смогут посетить выставку, расположенную во Дворце культуры горняков, а также цирк и опен-эйр в Центральном парке культуры и отдыха. Все мероприятия пройдут бесплатно. Токжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Караганде лучших полицейских наградили от лица Акима области министра внутренних дел и начальника департамента внутренних дел. Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню казахстанской полиции. В ДВД области прошло масштабное мероприятие с участием представителей местной власти, ветеранов и семей погибших сотрудников полиции. В 1956 году при задержании вооруженного преступника... Торжественное мероприятие, посвященное Дню казахстанской полиции, началось с почтения памяти погибших сотрудников. Полицейские возложили цветы к мемориалу памяти, на котором увековечены именно тех, кто отдал жизнь ради безопасности граждан. Колонну шествующих полицейских замыкала группа женщин. Это жены, дочери и матери погибших страж порядка. Среди них и Камиля Тайгожина. В 2003 году она потеряла своего старшего сына Алданыша Тайгожина. У него осталась восьмилетняя дочь. 15 лет спустя девочка решила пойти по стопам отца, чтобы узнать и понять, чему он посвятил свою жизнь. В канун праздника Камиля Тайгожина поздравила полицейских от имени всех матерей. Ребятам желаю, конечно, здоровья. Быть сплоченными, как сказать, быть дружными. Друг друга не подвозить, плечо к плечу. Одному выйти никогда нельзя. Он пошел один. Вот это я сожалею. Может, кто-то был бы рядом, все равно какая-то помощь была бы. Но он понадеялся на свои силы, наверное, на себя. На мероприятие были приглашены и ветераны, посвятившие доблестной профессии несколько десятилетий. Борис Качкаров проработал в полиции около 29 лет. Ветераны по сей день считают, что самое главное качество для плюсителей порядка – это человечность. Ну и самое главное – человечность. Потому что при работе не только с преступником, но даже с правонарушителем, самое главное – правильно, верно оценить обстановку, психологически оценить обстановку. Потому что для одного достаточно одемнуть его словом, жестом, тяжелым взглядом, а к другому нужно применять специальные средства или в соответствии с законом даже огнестальное оружие. Главное – не перегнуть эту тонкую палку, не переступить эту грань нужности и ненужности. Праздничная программа продолжилась концертом. В торжественной обстановке отличившимся сотрудникам вручили грамоты, благодарственные письма, нагрудные знаки и досрочно присвоили специальные звания. По традиции лучшим полицейским присудили премию Акима области Ерлана Кошанова. С поздравительной речью к присутствующим обратился его заместитель Жандос Абишев. «Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником Днём Казахстанской полиции. Глава государства Нарсултан Абишевич Назарбаев указывает, что стабильность общества – это основа тех успехов, которых Казахстан добился за годы независимости. Важная роль в украине стабильности общества – защите законов прав и интересов граждан, борьбе с преступностью, принадлежит органам внутренних дел». Своих подчинённых с профессиональным праздником поздравил и начальник Департамента внутренних дел Карагандинской области Мергенбай Жапаров. Особую благодарность генерал-майор полиции выразил ветеранам. «Поэтому сегодня самых тёплых слов председательств заслуживают наши ветераны. Их патриотизм и преданность дела служат для нас уроками и заветной любви к родине. Именно на их примере должна воспитываться будущее поколение полицейских, перенимая опыт работы с достоинством хранить честь мундира авторитет полиции». Приказом начальника Департамента внутренних дел Мергенбая Жапарова награды удостоились полицейские со всех уголков области. Почётные грамоты и нагрудные знаки вручили от имени министра внутренних дел Казахстана Калмуханбета Касымова. Подобной честью удостоился Кижебаев Манарбек, начальник Агадырского отдела полиции. В канун праздника ему вручили медаль за вклад в поддержание правопорядка. «Для нас торжественный день. Министерство внутренних дел нас наградило. Мы очень благодарны. В дальнейшем обязуемся дальше продолжать работу, соблюдать охрану общественного порядка, выполнять свои функциональные обязанности». День казахстанской полиции отмечается ежегодно 23 июня. В этом году ей исполняется 26 лет. «История казахстанской полиции насчитывает бесчисленное количество примеров героизма, мужества и самоотверженности личного состава». Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В областном центре начали праздновать День государственного служащего. С профессиональным праздником работников государственной службы поздравил руководитель Департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жандос Арсенов. Бейбет Жамабеков является сотрудником Департамента агентства Республики Казахстан по делам госслужбы и противодействию коррупции. В канун Дня государственного служащего в торжественной обстановке ему вручили благодарственное письмо. Бейбет занимает активную гражданскую позицию, любит то, чем занимается и верит, что настоящий государственный служащий должен быть добросовестным и честным. Он должен понимать суть своей работы и значение государственной службы. Это непосредственно он должен работать с населением, он должен понимать и слушать жителей, которые обращаются к нему проблемными вопросами. Во-первых, государственной службы должен быть честным, он должен добросово относиться к своей работе. С профессиональным праздником своих подопечных поздравил и руководитель Департамента агентства Республики Казахстан по делам госслужбы и противодействию коррупции Жандос Арсенов. На протяжении пяти лет мы празднуем День государственного служащего. Госслужбе исполняется 20 лет. За эти годы мы многого достигли. С 2015 года произошло много изменений, все они направлены на формирование профессионального государственного аппарата. Мы все время стараемся делать государственные услуги доступными и качественными для населения. В этом мы опережаем множество стран СНГ. В преддверии Дня государственного служащего благодарственные письма получили не только госслужащие, но и представители подрастающего поколения. Наградили школьников, которые в течение года принимали участие в различных конкурсах и форумах, организованных департаментом. Особо отметили и представители средств массовой информации. Нельзя забывать, что именно они играют важную роль в пропаганде системы государственной службы. В торжественной обстановке благодарственное письмо вручили и директору телеканала «Пьервой Карагандинский» Макатову Ержану Жанебековичу. Социальная реабилитация должна сделать бывших заключенных полноценными гражданами. О результатах реализации комплексной стратегии рассказали руководители областного департамента уголовно-исполнительной системы на брифинге в региональной службе коммуникаций. Выстраивание эффективной системы социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы и пробации. Таково содержание 33-го шага плана нации «100 конкретных шагов», представленного главой государства по реализации пяти институциональных реформ. Предложенная мера носит актуальный характер, ведь каждый год из мест лишения свободы выходят тысячи мужчин и женщин, которые нуждаются в помощи. Согласно комплексной стратегии, социальная реабилитация начинается уже в местах заключения. В частности, речь идет о трудоустройстве осужденных. На сегодняшний день в учреждениях в области организовано 33 производственных участка бизнес-структуры. Это 22 производственных рамках сотрудничества деятельности, там ТО-11 и ИП-11, где трудоустроено 176 осужденных и 11 ИП в рамках индивидуальной трудовой деятельности самих осужденных, где трудоустроено 58 осужденных. По итогам 2017 года в рамках сотрудничества деятельности открыто 8 производственных участков, 4 ИП и 4 ТО. Большинство граждан, освобожденных из мест лишения свободы, нуждаются в трудоустройстве, социальном обслуживании, медицинской помощи, обеспечении жильем, восстановлении семейных и коммуникативных связей. Разработанные мероприятия позволят социализировать освободившегося с первого дня его нахождение на свободе. Одним из первых в рамках данного проекта в апреле прошлого года из учреждения АК-159-20 был встречен осужденный Ермаков, который освобожден в связи с омнестией. Данному осужденному службой пробации Октябрьского района города Караганды после своевременной постановки на учет было оказано своевременное содействие в адаптации в общество, а именно в размещении в Центре социальной адаптации, а также трудоустройство и психологическая поддержка. Аналогичные мероприятия были проведены и в отношении других 80 лиц, охваченных данным проектом. Существует ряд факторов, которые обуславливают эффективную реабилитацию после выхода на свободу. Во-первых, это возможность пройти курс реабилитации в специальном учреждении. Во-вторых, возможность обратиться за помощью к специалистам. В-третьих, наличие условий для проживания, трудоустройства, а также для продолжения образования. Все это и предусмотрено комплексной стратегией, которая уже сегодня успешно применяется в Карагандинской области. Социальную значимость проблем инфекционных заболеваний обсудили на областной научно-практической конференции. Около ста участников обсудили современные аспекты диагностики, лечения и профилактики инфекционных заболеваний. На долю инфекционных болезней приходится от 20 до 40% от общего количества всех заболеваний человека. Современная медицина создала и успешно использует большое количество эффективных лекарственных средств. Это антибиотики, вакцины, иммуноглобулины и так далее. В последнее время отмечается тенденция роста заболеваемости ОРВИ, а также смешанных инфекций. В этом случае врачам рекомендуют использовать клинические протоколы. Очень важно правильно оценить состояние пациента, правильно расставить приоритеты при назначении лечения смешанных инфекций. И опять-таки возвращаясь к достоянию нашей инфекционной службы, что у нас есть клинические протоколы, что они достаточно хорошие. И они есть на сайте РЦРЗ. И любой специалист, который столкнулся с той или иной инфекцией, он может открыть данный протокол, воспользоваться препаратами, которые регламентируются в данном протоколе. И я думаю, что, конечно, успех обеспечен для пациента, и вы обязательно поможете данному пациенту. Особое внимание на конференции уделили детской заболеваемости. Поводом послужила вспышка менингококковой инфекции в южных регионах страны. Инфекционисты называют такие вспышки сезонными. Кстати сказать, сегодня медики ожидают наплыв пациентов с кишечными инфекциями. Сейчас где-то летом может быть рост кишечных инфекций, особенно раннее употребление фруктов каких-то немытых. Или же, значит, когда люди, дети купаются в водоемах, тоже можно, в принципе, заразиться. То есть все вот эти профилактические мероприятия, об этом мы всегда говорим, чтобы родители именно относились бережно и всегда соблюдали какие-то именно гигиенические навыки. Исход вирусных и кишечных инфекций зависит в большей мере от своевременности обращения, ранней диагностики и эффективного лечения, заявляют организаторы конференции. Но в еще большей степени наше с вами здоровье зависит от нашего поведения. Не случайно многие инфекционные заболевания называют болезнью грязных рук. Соблюдайте правила личной и общественной гигиены, чтобы не провести лето на больничной койке. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде проходят Дни культуры Астаны. Более полутора тысяч детей стали зрителями благотворительного представления астанинского цирка. Мероприятие было организовано в рамках празднования 20-летия столицы. Захватывающее представление цирка началось с зажигательного танца столичных красавиц и продолжилось выступлением акробатов. Артисты парили под куполом цирка, вызывая восторг и восхищение маленьких зрителей. В ходе насыщенной программы столичные гости показывали карагандинцам свои лучшие номера, каждый из которых публика сопровождала бурными овациями. Режиссер цирка Лилия Кудерко отметила, что с подобной яркой программой в Караганде они выступают впервые. Такое мероприятие, да, первый раз, ну и в столице тоже первый раз 20 лет. Соответственно, акиматы объединили свои усилия и смогли сделать такой, на самом деле, очень важный и масштабный проект. И так мощно отмечается 20-летие столицы. Среди артистов цирка нет случайных людей. Каждый из них пришел в цирк по велению сердца. Яркий тому пример Андрей Аверюшкин. Он представитель цирковой династии. Андрей осуществляет одну из самых сложных задач – дарит детям смех. Каждому визиту в Караганду Андрей несказанно рад. Прекрасный город, прекрасный зритель. Мы уже у вас были. Да, были, были. Очень добрый и восприимчивый зритель. Номера артистов столичного цирка озарили лица детей улыбками. Громкие аплодисменты и звонкий смех не стихали от начала до конца представления. Самые преданные зрители признались. Им понравились грандиозные номера. Я люблю цирк больше всего на свете. Мне больше всего понравилось то, как выпускали «Тигра» и когда еще собачку выпускали «Тамахаски». Напомним, в Караганде проходят Дни культуры Астаны. Столичные артисты подготовили для жителей города насыщенную программу, в которой особое место занимает представление цирка. Мероприятия, приуроченные к 20-летию Астаны, продлятся два дня. Тухжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин